МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наряду с широкомасштабной реформой судебной системы важную роль в обеспечении верховенства закона играет повышение юридической грамотности населения. Каждый современный гражданин должен знать законы государства, в котором он проживает. Это не значит, что нужно зубрить все статьи Гражданского, Трудового или Уголовного кодексов. Для того, чтобы не оказаться в неприятной ситуации, достаточно знать свои права и обязанности. Здравствуйте, меня зовут Артем Петров, и это программа Кабинеты. Сегодня мы поговорим с президентом общественного фонда Евразийский правозащитный центр. Доктор юридических наук Инлик Нургалеева и ее коллеги вот уже несколько лет оказывают бесплатные юридические консультации. Причем в самых отдаленных уголках страны. Инлик Нургалеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Артем Петров, программа Кабинеты, канал 24КЗ. Очень приятно. Спасибо большое за то, что уделили нам время. Расскажите немного, в чем заключается работа Евразийского правозащитного центра. Более пяти лет тому назад мы, юристы, высококвалифицированные юристы, доктора наук, посоветовавшись, решили создать вот такой общественный фонд, который называется Евразийский правозащитный центр. Основная задача нашего фонда – нести правовые знания в массы, то есть работа с населением. В этих целях мы разделились на несколько групп и почти весь Казахстан объехали с целью разъяснения законодательных актов. То есть не только для русскоязычного населения, но и для казахоязычного населения в деревнях, в селах побывали. То есть вот такая большая работа проводится у нас по повышению правосознания и правовой культуры наших граждан. Мы участвуем и в экспертизе законопроектов, поскольку мы считаем, что у нас очень большой опыт работы. Я, например, в парламенте заведовала отделом правовой экспертизы, Сената парламента, очень большой опыт работы. В министерстве юстиции вице-министром работало, вот в качестве вице-министра отвечало за законопроектные работы государства. Поэтому мы считаем, что у нас вот такой большой опыт к концу нашей жизни не должен пропадать. И мы должны нести все эти знания массой. И основная задача – это работа с населением. Поэтому в кабинетах невозможно сидя разъяснять законодательные акты. Поверьте мне, пожалуйста. Скажите, а как вообще население восприняли вот эту инициативу? Как вас встречают? Вы знаете, ну если я скажу, что прекрасно, наверное, немножко преувеличу, но хорошо встречают, поскольку у нас есть люди, которые говорят на двух языках, в том числе я говорю на казахском языке. И когда ты говоришь вообще без примесей на казахском, без примесей на русском языке, без иностранных слов и так далее, это подкупает население тоже грамотно. Сейчас вы поверьте, глобализация, интернет везде есть. Поэтому население хорошо встречает. Но мы потом не просто разъясняем законодательные акты, мы с собой возим свои труды, где-то комментарии к кодексу законов о труде, например, я выпускаю через каждые два года на русском, на казахском языке. Другие ученые свои работы везут, и мы еще раздаточный материал даем людям. Бесплатно, нам это интересно. И после этого мы, конечно, и правовую помощь оказываем. Консультируем население по различным вопросам. Но опять-таки консультация – это же не конечный результат. Но тем не менее, как юристы высшей категории, мы имеем право разъяснять законодательные акты, правовую помощь еще населению оказываем. Вот такую работу. Ну и Ватрау, Ахтау, Чимкент на казахском. Вот сейчас мы планируем к Казларду ехать, в Актюбинскую область. То есть вот такая большая работа проводится. И мы привлекаем сюда всех докторов юридических наук и кандидатов, которые работают на нашем факультете. Их более 12 человек у нас. То есть ваша главная задача – это повысить юридическую грамотность населения? Да, вы правы. Повысить юридическую грамотность населения. И где-то, может быть, помочь правительству представлять парламент. Правильные, может быть, законодательные акты, поскольку мы еще не только практику законов знаем, и фундаментальную теорию права знаем. Ну где-то оказываем и такую помощь. Когда есть обращение, конечно, к нам. Где-то в закрытые двери мы не ломимся, но, тем не менее, при первом же запросе всегда идем, откликаемся, участвуем в разработке, в обсуждении где-то проектов законов. Например, я последний раз обсуждала концепцию проекта нового трудового кодекса в рамках «Сто шагов президента», который сейчас мы и идет. Какие самые распространенные обращения и вопросы граждан? Самые распространенные, вы знаете, граждане не просто интересуются состоянием законодательных актов, они в основном из собственного опыта. Кто-то проиграл в суде, кто-то там неправильно был уволен, кого-то там ущемили работодатели, скажем, да, у кого-то там жилищный вопрос не идет. То есть вот такие жизненные вопросы в основном просят оказать правовую помощь. Мы это тоже делаем, но опять-таки говорим, что последняя инстанция – это суд, судебное решение, мы туда не вмешиваемся, но даем правильное, с нашей точки зрения, разъяснение законодательства. Очень много по нарушениям обращается, что вот где-то там не послушали его, где-то он проиграл в суде, где-то, скажем, обращался не туда. Но бывает, мы подсказываем, куда надо обращаться. Например, вот ко мне часто обращаются по разным даже уголовным делам. Я не адвокат, я не прокурор, я говорю, я ученый. Насколько позволяет мои знания, или к специалисту, которые у нас здесь сидят, и по уголовному праву, и специалисты, и по финансам. То есть по всем отраслям права у нас достаточно специалистов. Одна из пяти институциональных реформ Казахстана – это верховенство закона. Какая работа разъяснительная ведется вашей организации в этом направлении? Обеспечение верховенства закона – это главный принцип построения правового государства. Мы всегда говорим, что Казахстан объявляется правовым светским государством. И для того, чтобы построить правовое государство, мы должны обеспечить верховенство закона. То есть все нормативно-правовые акты, подзаконные акты должны соответствовать законам. Закон, в свою очередь, должен соответствовать Конституции Республики Казахстан. Кстати, в этом году мы 20-летие Конституции отмечаем. Поэтому все ведомственные нормативные правовые акты должны соответствовать Конституции. И все граждане, юридические лица, работодатель – все должны подчиняться закону. Кто подчиняется закону, он никогда не будет рабом. Вы это тоже знаете. То есть и президент призывает к этому. Значит, мы должны... А чтобы подчиниться закону, он должен правильно понимать, гражданин, этот закон. Правильно? Он может и неправильно понять. Если он не юрист, он может и неправильно понять. И обращается к юристу, могут и неправильно разъяснить ему. Понимаете? Поэтому правильное понимание закона – это важнейшая наша задача. Разъяснить, довести до ума каждого жителя Казахстана – это наша главная задача. Иногда бывает просто из-за незнания законодательных актов нарушается право граждан. И чиновники не всегда все знают, они обязаны все знать правильно. Когда он затрудняется, он должен просто обратиться к специалисту, к профессионалу. Поэтому нарушение законодательных актов есть. Ну, это естественный процесс. Не бывает в таких странах, где нет нарушения законодательства. Поэтому обеспечение верховенства закона – это полное, точное соблюдение всеми, без исключения, содержание норм законодательных актов. А законы, поскольку принимают депутаты, это представители народа, значит, фактически принимает народ этот закон. Правильно, это один из элементов демократического государства. Коль скоро депутатский корпус поднимает эти законы, президент подписывает, мы обязаны подчиняться. Вот что касается развитых стран, используете ли вы международный опыт в своих работах? Безусловно, статья Конституции 4 об этом говорит, что международные акты являются источником казахстанского права, ратифицированные, конечно, международные конвенции, договоры и так далее. Поэтому и как Казахстан член многих международных организаций, поэтому мы не просто ограничиваемся рамками Казахстана. Например, я каждый год выезжаю на заседание ОБСЕ в Варшаву. Две недели мы там заседаем по разным вопросам защиты прав человека, выступаем. Я часто очень выступаю, говорю, как есть на самом деле, и по вопросам торговли людьми, по вопросам, скажем, жилищных отношений, по многим, по различным вопросам. Если говорить о ближайших планах, какие проекты впереди? У нас сейчас проект по роли неправительственных организаций в развитии гражданского общества. Такой проект у нас сейчас идет. Мы запланировали командировки в пять областей. Это Казлардинская, это Южноказахстанская, это Карагандинская, Алматинская, Октябрьская области. Тоже не по группам будем выезжать, по 2-3 человека. И с разными группами населения будем работать, разъяснять вопрос о некоммерческих организациях. Что это за организации? Каким образом они у нас действуют? Как они должны вообще работать? Тем более, что сейчас государство собирается часть своих функций передавать некоммерческим организациям. Такая большая работа в государстве идет. Поэтому как подготовлены ли эти некоммерческие организации? Новый проект закона сейчас идет о содействии некоммерческой организации, государственной поддержке некоммерческих организаций. Каким образом эта поддержка будет осуществляться? То есть разъяснение законодательства НПО. И причем мы проанализировали сейчас опыт многих зарубежных стран, каким образом там построена работа неправительственных организаций. И об этом опыте тоже будем говорить. Спасибо вам большое за ваше время и удачи вам в делах. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok